Главное не переохлаждаться, рапортуют в один голос врачи-терапевты и специалисты Роспотребнадзора. Хотя нынешний морозец работает как раз на уничтожение бактерий, вызывающих вирусы, в том числе и гриппа. К слову, этот год характеризуется притоком вирусов из прошлых сезонов. В 2016-м продолжал циркулировать штамм гриппа H1N1, который как раз и вызывает основное осложнение – пневмонию. Кроме того, активизировался и гонконгский штамм гриппа H3N2 и грипп группы B. Гонконгский штамм переносится легче, нежели пандемичный H1N1, но тем не менее он очень опасный. Любой грипп начинается с температуры 39-40 градусов. Это буквально в первые часы. Сильная головная боль, преимущественно в лобно-височной области. Боль при движении глазных яблок, боль в мышцах, суставах. Нередко при гонконгском гриппе, как раз это для него характерно, могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства. Это рвоты по носу. Может снижаться артериальное давление. То есть человек никогда не страдал гипотонией, вдруг у него резко снижается давление. Очереди в поликлиниках после новогодних каникул начали стремительно расти. Дети пошли в школы и детские сады, а там как раз очень легко подхватить друг от друга инфекционное заболевание, к которым и относится грипп. К сожалению, ситуация не стабилизировалась. Хотя темпы прироста заболеваемости по сравнению с декабрем, с первой декады января, они, конечно, снижаются. Это связано с тем, что каникулы у детей, у студентов каникулы, разобщение, значит, мы отдыхали. И темпы прироста, они снизились на 47% по области и по Брянску на 42%. Однако, несмотря на столь оптимистичные показатели, прирост заболеваемости все же есть. По городу эпидемпорог превышен на 8%, по области – на 1%. Несмотря на то, что вирус в первую очередь поражает детей до 14 лет и пенсионеров после 65, этой зимой слеглись температуры в основном трудоспособные взрослые граждане. Эпидемпороги по взрослому населению превышены в областном центре на 11%, по области – аж на 44%. Учитывая вот такую ситуацию, в поликлинике участковые врачи работали, была усилена скорая помощь врачебной бригаде, и педиатрические, и взрослые. И ежедневно по уровню где-то 230-250 бригады выезжали на вызыва. Вирус гриппа, в том числе нового гонконгского штамма и другие простудные заболевания, особенно близко подбираются к наиболее уязвимым слоям населения, в числе которых люди, страдающие нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам. Связано это со сниженным иммунитетом. Нужно избегать контактов с лицами, которые имеют признаки заболевания – это кашель, чихание, насморк. Постараться, конечно, сократить время пребывания в местах массового скопнения людей и в общественном транспорте, насколько это возможно. В ни коем случае видишь такую ситуацию – праздничные дни, мамашки с колясками делают такие променады по нашим торговым центрам. Это совершенно недопустимо. Лечение лечением, а профилактику вирусных и простудных заболеваний тоже никто не отменял. Доказано, что в 30% случаев заражение гриппом идет через грязные руки, поэтому их нужно мыть каждые 2 часа. Если это невозможно, пользоваться бактерицидами и влажными салфетками или специальными гелями. Что касается режима питания, то здесь врачи дают обычные тривиальные советы. Побольше пить и не забывать про витамины С и В. А вот кожа скажет спасибо за витамины А, Е, К и Д. Нельзя забывать и о физической активности. Пара-тройка километров прогулочным шагом уже способны победить не одну тысячу бактерий. Татьяна Жукова. События. Брянск.